Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. В Казахстане из 49 миллиардов тенге, выделяемых на науку, только 16% приходится на опытно-конструкторские разработки. В развитых странах этот показатель достигает 60%. Именно поэтому эти страны стали развитыми. На брифинге в Астане чиновники признались, что коммерциализация научных изобретений идет медленно. Казахстан до последнего времени вкладывал в науку менее 1% ВВП. Для сравнения, доля США превышает 30%. Подробнее расскажет Бауржан Шахмед. Министерство образования и науки на безвозмездной основе выделяет средства тем ученым-разработчикам, которые желают создать инновационную компанию. В Казахстане в рамках гранатовой программы уже отобрано 33 инновационных проекта на сумму более миллиарда тенге. К примеру, ученые сейчас разрабатывают огнезащитную жидкость для пропитки спецодежды. Ею можно обработать одежду пожарных. Она в полтора раза дешевле зарубежных аналогов. Еще один флагманский проект – это создание 3D-принтеров. Его цена на 20% ниже аналогов на рынке. Основные потенциальные потребители данного проекта – это стоматологи. Они будут заказывать зубные протезы. Но самое интересное – это получение жидкого бензина из твердого угля. Сам процесс переработки угля в дизельное топливо или в бензин уже отработан в мире. Однако нашим ученым удалось адаптировать технологию под отечественные буры угли, а также ускорить и удешевить процесс. И уже в апреле 2015 года будет создан пока небольшой опытный экспериментальный комплекс на месторождении Сар-Адар, это под Еремитау, мощностью 0,8 тонн в сутки. И при этом стоимость, самое главное, жидкого топлива составит 42 тенге за 1 литр. Но это лишь единичные проекты. Дело в том, что инновации – это высокорискованный рынок. Как показывает мировая практика, получить инвестиционные доходы от всех реализуемых проектов практически невозможно. Из 10 проектов только один показывает высокую прибыль. И если посмотреть на то, как тратятся деньги государства, то можно увидеть, что чиновники почему-то уверены, что нам необходимы собственные инновационные разработки. Нужны отечественные Кулибины и Стивы Джобсы. Однако, насколько это логично, если учесть качество нашего образования и науки? В мировой практике финансирование науки делится таким образом. Где-то порядка 40% – это фундаментальные прикладные исследования, и 60% – это опытно-конструкторские разработки. У нас в стране, к сожалению, крен пока другой. То есть порядка 84% у нас – это фундаментальные прикладные исследования, и буквально 16% – опытно-конструкторские разработки. Может быть, тогда разумнее было бы пойти по пути Японии, говорят наблюдатели. После Второй мировой войны экономика страны была разрушена, но смогла показать свое знаменитое японское чудо. В первую очередь, благодаря инновационному развитию. Она ежегодно тратила по 300 миллионов долларов на покупку патентов и лицензий. И эти расходы довольно быстро окупились. Мы же выбрали более сложный путь. Проблема лишь в том, что с каждым годом технологический разрыв между странами увеличивается все больше, и у нас все меньше времени на то, чтобы раскачиваться и изобретать велосипед заново. Боржан Жейхмед Ганезат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Выводы комиссии, которая расследует причины массового отравления в селе Березовка Бурлинского района Западной Казахстанской области, обнародуют 20 января. Об этом заявил Аким Западной Казахстанской области Нурлан Ногаев во время посещения села. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Аким области Нурлан Ногаев посетил село Березовка Бурлинского района. Здесь он осмотрел новую станцию экологического мониторинга, встретился с преподавательским составом местной школы, а также с жителями села. На станции экологического мониторинга главе региона продемонстрировали параметры и технические возможности новой станции. Сотрудники станции проинформировали, что за последнее время превышение уровня вредных выбросов не зафиксировано. Нурлан Ногаев посетил школу и побеседовал с преподавателями. Здесь глава региона поинтересовался причинами того, что некоторые родители забрали своих детей из санатория Кжаик. Местный Акимат организовал отдых. И для всех отдыхающих одно правило. Это ни в каком обществе персональные условия не могут делать. Так же ведь? Ну, возражается, в основном же младшие дети, первоклассники. На сегодня четыре первоклассника, второклассники вернулись. Потому что это маленькие дети, они не могут без родителей. Удалялись, да. Да, да. Это шести-семилетние дети, которые к школе-то только полгода пришли на три часа в день, от родителей отошли. А это круглосуточно на 15 дней. Это понятно, потому что они не... Были бы желания, мы могли бы организовать их с родителями. Хорошо, ладно. Ну, так и потихоньку человек закаляется. В завершении визита Аким дал интервью представителям средств массовой информации. Он отметил, что предварительные выводы комиссии станут известны 15 января. Обстановка спокойная. На сегодняшний день все результаты, которые были отобраны и которые по сегодняшний день отбираются, анализы воздуха, почвы, все необходимые анализы в рамках заведенного уголовного дела, они направлены в Астану, в Уральск, в Алмату для дальнейшего получения результатов. Комиссия работает, еще нету решения переселять, не переселять. И так ставить вопрос, что в город или какой-то другой населенный пункт пока рано. Глава региона подчеркнул, что решение будет согласовано со всеми заинтересованными органами. Его пообещали озвучить перед жителями села Березовка 20 января. Роман Копнеев, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске фельдшеры скорой медицинской помощи начали обслуживать вызовы при помощи планшетов. Приехав к больному, медики при необходимости с помощью скайпа могут обратиться за советом к старшему коллеге. Для нашего региона, как отмечают сами медики, это ноу-хау. Подробности у Олега Великого. Пользоваться планшетами фельдшеры начали с 1 января текущего года. Пока закуплено только три. Во-первых, в них имеется система навигации, что позволит медикам быстрее найти адрес больного. Во-вторых, в них установлен скайп, при помощи которого можно связаться с коллегами. И последнее, это то, что во все планшеты введут справочные материалы, то есть сведения обо всех больных. Можно только ориентироваться на опыт Павлодарской скорой помощи, который мы перенимаем. И куда я собираюсь в командировку. Буквально через неделю хотим съездить. Как они работают, как у них постоянно работают. Мы потому что сейчас пока... У них еще, говорят, через планшет электронная карта вызова передается. Я по телефону с ними связывался, они мне говорят, что так мы вам не можем объяснить. Директор станции скорой помощи рассказал, что у них в планах за первый квартал текущего года обеспечить все бригады скорой помощи планшетами, стоимость которых не такая уж и высокая. 45 тысяч тенге. Если какие-то трудности по больному, если не может определиться по госпитализации или по лечению, по скайпу можно связаться со старшим врачом. Старший врач подходит к этому компьютеру и может осмотреть сам больного. К слову сказать, за 2014 год бригада скорой помощи на вызовы выезжала 139 244 раза. Также на станции сейчас идет плановое переоборудование санитарных машин на ариане мобиле. Олег Великий, Алтамбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Ответ казахстанцев на новые правила дорожного движения. В социальных сетях появилось видео, где казахстанских детей учат прятаться от ГАИ из-за отсутствия автокресел. По команде отца ГАИ мальчик ловко ныряет в нишу между креслами так, чтобы с улицы его не было видно. По установке отца эти же действия ребенок должен выполнять, когда за рулем авто находится и мать. Реакция пользователей на данное видео оказалась неоднозначной. Кто-то похвалил находчивого отца, а кто-то начал ругать, напомнив о том, что безопасность детей превыше всего. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok